Использование стеклянной тары с маркировкой упрощения порядка выдачи лицензий. Речь об алкогольной продукции в новом пакете законопроектов, который сейчас находится на рассмотрении правительства и парламента страны. Разлив крепких спиртных напитков, пластика, лицензия в 65 тысяч рублей, по мнению федеральных экспертов, являются одной из причин процветания подпольного рынка контрафактно-алкогольной и спиртосодержащей продукции. На мой взгляд, главная причина в том, что люди легкомысленно и простодушно относятся. К предупреждениям о том, что нельзя суррогатный алкоголь покупать, потому что это обязательно приведет к потере здоровья или к летальному исходу. И здесь, конечно, должны разъяснения делать и Роспотребнадзор, торговые инспекции, проверки и все прочее. Тем более, что законодательную базу мы за пять лет подготовили. С 2015 года, со слов Рябухин, удалось в первую очередь отладить работу ЕГАИ с контроля. Это автоматизированная система, предназначенная для государственного мониторинга объема производства и оборота спиртного. Еще одна заслуга – мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко». С его помощью вычислить и пресечь появление суррогата на прилавках в магазинах может абсолютно каждый. Разработчики приложения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. В программе несколько опций. Можно проверить места продажи алкоголя, проверить и отсканировать акцизные марки и легальность покупки, а также оперативно сообщить об обнаруженных правонарушениях. В России также усилили нормы требований административного и уголовного кодексов. Так, за незаконное производство и обороты тилового спирта, алкогольные спиртосодержащие жидкости, грозит штраф до 3 миллионов рублей с полной конфискацией товара. Еще одна мера наказания – лишение свободы сроком до 6 лет. На днях в Оренбургской области завели сразу 6 уголовных дел, объединенных в одно производство по факту массового отравления алкогольной продукцией. Следователи и полицейские обнаружили в Орске два склада и пункт производства. Изъято около 3000 литров спиртосодержащей жидкости. В продукции обнаружена высокая концентрация метанола. Итог – несколько десятков погибших и пострадавших. Это преступление, разумеется. Производитель не мог не знать о том, что метанол является ядом. Это даже школьники все понимают. Поэтому, если он принял решение организовать производство на основе сырья, метанола, на основе яда, то, конечно, он шел осознанно преступлением. Сенатор добавляет, за последние 5 лет в стране изъято 140 миллионов литров контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции, ликвидировано 870 нелегальных производств. В Ульяновской области за 9 месяцев полицейские выявили 6 подпольных точек с контрафактным алкоголем. Один из крупных заводов базировался на промзоне в Заволжье. Там на протяжении нескольких месяцев бутлегеры занимались незаконным производством, хранением и сбытом спиртосодержащей жидкости без маркировки в особо крупном размере. При этом на товар клеили брендовые этикетки от известных российских и зарубежных производителей. В ходе обысков полицейские изъяли 138 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, 55 тысяч литров спиртосодержащего сырья, стеклотару, упаковку, товарно-транспортные наклады, печати и другие предметы, имеющие доказательное значение для расследования уголовного дела. Подпольную торговлю пресекли. Возбуждено уголовное дело. Двум фигурантам по делу предъявлено обвинение. Расследование продолжается. Рецензированием розничной продажи алкоголя в регионе занимается Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. На момент выхода сюжета профильное ведомство не ответило на наш официальный запрос рассказать о подробностях процесса. Ну а мы, как и Минздрав, предупреждаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.